Всем привет еще раз! Очень много комментариев поступает по поводу того, как полечить телочку, как ей помочь. Всем за это огромное спасибо, потому что я действительно очень сильно хочу ее как-то вылечить, потому что жалко и потому что она вроде как стельная, но еще точно неизвестно, будет понятно, только где-то через недели 2-3. Точно ведь врач сможешь сказать, потому что еще срок меньше двух месяцев. Сегодня купила вот такой препарат Лидаза, это по советам подписчиков большое спасибо. Ее нужно разводить с водой для инъекций и закапывать в глаза как капли по 2-3 раза, а лучше 3-4 раза в день. И вот такой вот тетрациклин, эта мазь тоже глазная именно, как антибиотик идет, ее тоже нужно именно в глаз как-то закладывать, чтобы стало легче. Плюс также я буду колоть антибиотик, как и колола, и китопрофен. Сейчас пойду посмотрю, потому что я со вчерашнего вечера уже уехала, пойду посмотрю, как ее состояние и что там у нее новое. Приехали из города, вот обрабатывали телку, сейчас пришла корову Ира, я их прибила по раздельности. Я уже пришла проверить, ой, засвечивает в ту сторону. Пришла проверить, отвязать их, как они тебя будут везти. Ну, корова бежит, уже хочет доиться, потому что потом, наверное, после дойки все равно уходит, не стоит. Может, ее как-то надо привязывать куда-то, не знаю. Если попробовать привязать ее и его привезти, может так получится. Утро, солнышко светит, хотя оно мне в глаза и не попадает, но как-то для меня очень ярко сегодня. Сижу тут, пью кофе. У меня тут в окружении моих любимых домашних тюленей. Одна на полу лежит, одна возле меня. Уже телку прокапала ей глаза, заложила мазь. Одной, конечно, это очень неудобно делать, потому что, естественно, ее надо как-то фиксировать, потому что страшно уколоть ее, ну, там, ну, или там, даже не уколоть, а повредить, там, это что. Вот, ну, вроде как более-менее заложила, буду в обед и вечером закладывать, и капать эти мази, а вечером повторно уколы буду делать. Посмотрим, буду надеяться. Вчера вот вечером первый раз заложила мазь, сегодня утром, получается, второй раз. Очень плохо я ее закладываю, она как будто остается вся навеки, ну, то есть она открывает, и оно все практически как будто влазит, не знаю, попадает ей там что-то на глаз сам или нет. Буду надеяться, что да. А я вот тут смотрю новости, у нас тут много чего происходит, так есть, что с утра посмотреть интересно и послушать. Что-то я, походу, заболеваю немножко. Ну, вот закончился уже пинстреп, получается. Кололи его три дня, получается, три укола. До этого был другой какой-то там стрепен, который, или как-то по-другому, который действовал трое суток. Этот на одни сутки колется. Уже закончился, поэтому будем переходить уже на другой антибиотик. Сегодня утром поменяли уже основной вот этот антибиотик, который колем. Уже сегодня утром вот я колола бицелин-3. Вот такой вот разводила новокаином, и китопрофен продолжаю колоть. Ну, и в глаза цироциклиновая мазь, и липаза, или литаза, как там оно называется, капли эти. Сахар еще не пробовала, многие советуют сахарную пудру. Я все надеялась на то, что как бы лекарствами получится что-то. Ну, пока особых изменений нету. Чуть-чуть спала сама воспаленность глаза, но бельмо так и остается. Уже сколько? Три дня, наверное, или три дня, наверное, уже как я закапываю и закладываю мазь. Или сегодня третий, наверное. Но изменений пока нет особо. Наверное, сегодня, если будет возможность, куплю сахарную пудру. Буду пробовать еще и сахарную пудру. Индюк вышел на улицу, так гуси уже на него злятся. Остальные еще боятся спускать, ну, выходить на улицу. Это и старших, которых мы выпустили. А эта девочка выходит, так они не знают, что это за зверь. Эти все отдыхают в тенечке. Цыплят спустили на улицу, чтобы травку кушали. Вверху остались чумазые бройлеры, грязнюшки. Надо их уже резать. Все, никак руки не доходят. Ну, пару штук зарезали так, чисто для себя. На шашлык покушать. А так, чтобы массово убирать, еще все никак не решусь на это. Да и интернета не было, я хотела часть продать. А так как интернета нет, никакие группы не работают. Думаю, пока подождать, чтобы у всех был интернет. Потелочки, мне как кажется, улучшений нет. Она уже боится, я ее этими уколами уже зашугала. Этот глаз такой белый, как был. Ну, то есть он был менее такой, воспаренный. А второй, вот такой прям красный вокруг, но он изначально был хуже, чем этот глаз. Мне уже кажется, что навряд ли что-то получится. Он прям такой, ну, выпирает прям. Не знаю. Будем пробовать дальше. Я уже не показывала эту принцессу. Грязнюшку тоже. Клеточка уже для нее, конечно, маловато. Да, маловато для тебя, клеточка? Красотка. До сих пор пьем мамкино молочко с сиськи. Да? Утром и вечером. Днем уже не даем молока. Точнее, она сама перестала пить днем молоко. Вот такая вот дамочка у нас растет еще одна. Да, крошка? Надо тебе тоже витаминчик поставить. А то я с рождения так и проворонила и забыла ей поставить. Ни селен, ни витамины не ставила. Ну, мы прокалывали. Я уже с врачом по поводу этого разговаривала. Говорит, либо я сделала и забыла автоматически, либо я забыла ей поставить. Он говорит, ну, если до сих пор жива, значит, либо поставила, либо мы прокалывали с ним корову. Когда перед самим отелом пропаивала я ее очктоником много, поэтому, может, и это повлияло на то, что все хорошо с телочкой нашей, с нашей малышкой. Да, принцесса? Имя, так как всегда, я и не придумала. Да, не придумала имя тебе. Давно ее не показывала. Надо, кстати, ради интереса замерить. Уже три месяца. Уже вот растут рожки. Видно немножко. Ладно, пойду, не буду ее мучить. Кушаем сено. На улицу не выходим пока. Наверное, я ее уже и не буду выводить. Очень любим лаваш. Да? Любишь лаваш такой? Вкуснятина такую, да? Вкуснятина какая! Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Буду рада всем комментариям. Все. Всем пока. Всего доброго.